Ну и в продолжение нашего разговора с гостями студии, еще одна точка на карте, к которой приковано сегодня внимание во всем мире, в Венесуэла. Ну, конечно, никто не говорил, что в Венесуэле нет кризиса, и люди живут там хорошо, никто так не думает. Но иностранная интервенция, если называть вещи своими именами, не лучший способ борьбы с экономическим кризисом. Особенно, если эту интервенцию осуществляют Соединенные Штаты Америки. Это проверенная история, причем не только новейшая. Надежно проверено. Вспомните, Корея, Вьетнам, Иран, Ливия, Сирия. Везде был кризис, и везде стал просто кошмар с многотысячными жертвами. Ну, а в нынешнем состоянии Венесуэлы тоже есть конкретный виновник, и он далеко за пределами этой страны. О том, к чему приводит политика давления, вмешательства и санкций в некогда благополучной стране. Материале Михаила Акинченко. В экономической системе венесуэльского социализма иностранцу разобраться непросто. Вот, например, почти полный бак бензина стоит что-то около 200 боливеров. Это примерно 4 рубля. Но проблема в том, что кредитные карты здесь не принимают, а наличные деньги большая редкость. В качестве оплаты сгодятся продукты питания. Ну, вот, например, этот вафельный батончик. Тем более, что он стоит примерно как 30 полных баков бензина. Окей? Впрочем, если расплатиться нечем, то заправки отпустят и просто так. В стране с гигантскими запасами нефти цены на бензин устанавливает государство, поэтому он почти бесплатный. За то, чтобы напечатать наличные, денег в казне попросту нет. Вот такие очереди выстраиваются у отделений банков дважды в месяц, когда выдают пенсию. В день можно снять тысячу боливеров меньше 20 рублей. В место наличности выдают специальные пластиковые карты местного банка. С их же помощью венесуэльское правительство пытается бороться со спекуляцией. За стоимостью продуктов поручено следить специально созданному Министерству честных цен. Но на деле этот контроль не работает. На прилавках венесуэльских магазинов кажущиеся изобилие. Купить можно все, что угодно. Вопрос только в цене. Средняя зарплата в стране сегодня около 50 тысяч боливров. Это что-то около тысячи рублей. Для сравнения, вот этот маленький кусочек сыра стоит около 15 тысяч боливров. Вот эта банка томатной пасты 17 тысяч. Пакетик картошки обойдется еще в 9 тысяч боливров. Но чтобы купить дюжину яиц, нам придется потратить еще 5,5 тысяч боливров. И примерно столько же стоит вот такая маленькая бутылочка с йогуртом. Вот и вся месячная зарплата среднестатистического жителя Венесуэлы. Купить даже такой продуктовый набор по карману только самым богатым венесуэльцам. В местные супермаркеты другие, впрочем, и не заходят. Для меня все это безумно дорого. Ну а как иначе, если инфляция 1 миллион 700 тысяч процентов? Счастье, что я пока могу покупать себе здесь продукты. Остальные выкручиваются как могут. А Райлена Макари по профессии адвокат. По местным меркам зарабатывает неплохо, но все равно, чтобы прокормить себя и семью, вечерами после работы окучивает огород на склоне соседнего с домом оврага. Вместе с соседями выращивают перец, тыкву, папайю. Есть даже свинья и кроличьи выводок. Вот эта красотка приносит нам по 10 крольчат раз в 3 месяца. Животных для разведения и семена покупают на кредиты от государства. Эта социальная программа называется «Семейная агрокультура» и теперь всячески рекламируется. Раньше в городе не разрешали заниматься сельским хозяйством, но благодаря революции у нас появилась возможность самостоятельно выращивать овощи. Впрочем, большинство предпочитает получать помощь уже в готовом виде. Вот такие очереди выстраиваются в самых бедных кварталах дважды в месяц. 4 килограмма кукурузной муки, 4 килограмма риса, 2 килограмма макарон, сахар и бутылка подсолнечного масла в одни руки. Такой паёк венесуэльцы прозвали «диетой Мадуро». Этот пакет нам продают за 100 боливоров. Дешевле, чем стоит билет на автобус. Только благодаря нашему правительству мы можем выживать в условиях экономической блокады. Блокада, которая продолжается уже почти 4 года. Первые санкции против государственных банков Венесуэлы США ввели еще в 2015-м. Закупка импортных продуктов, а своих прежде почти не производили, прекратилась. И полки магазинов опустили. Тогда же венесуэльцы впервые узнали, что такое голод. Несомненно, США рассчитывали, что бедняки первыми попадут под удар. И тогда сам народ восстанет и свергнет Мадуро. Но он остается у власти благодаря социальным программам. Это продовольствие, медицина, образование. А это рапа! А это рапа! С такого мелодичного приветствия начинаются занятия в любой венесуэльской школе. Ученики здороваются с учителем, друг с другом и обязательно желают всем добра. Красные футболки означают, что этим детям по 5 лет. Школьники постарше носят желтые и белые рубашки. Такая вот форма. Столов и стульев в классах мало. Они очень дорогие и их берегут. Поэтому уроки проходят на каменном полу. Родители этих детей, как правило, настолько бедные, что не могут позволить себе купить даже школьные принадлежности. Все необходимое выдают бесплатно в одинаковых рюкзачках в цветах венесуэльского флага. Тетрадь – это, пожалуй, главное богатство у местных детей. Потому что бумага в Венесуэле стоит очень дорого. И купить на свои собственные заработанные деньги родители детям тетради не могут. Поэтому тетрадки раздают бесплатно. Посещаемость занятий, по словам директора школы, стопроцентная. Она уверяет, ее дети очень любят учиться. Но у такой дисциплинированности есть как минимум еще одна причина – бесплатные обеды. Для абсолютного большинства школьников это вообще единственная возможность поесть мясо. Продукты питания хранятся в комнате с толстыми решетками. Для грабителей эти запасы в буквальном смысле – лакомый кусок. У нас достаточно крупы, риса, масла, молока. Всем необходимым обеспечивает правительство. Иногда мы даже просим, чтобы не присылали продукты, потому что у нас остаются излишки. Когда ставка на голодные бунты венесуэльцев не сработала, Соединенные Штаты решили зайти с другой стороны. Отправили гуманитарные конвои. В результате столкновения на границе и многотысячные митинги. Оппозиция обещала, как только сменится власть, санкции снимут и с продовольствием в стране наладится. Но, судя по опросам, большинство венесуэльцев такой подход не устраивает. Сначала они вели эмбарго, а теперь предлагают нам гуманитарную помощь. Просто удивительно, насколько нагло действуют Соединенные Штаты. Теперь в Венесуэле собирают подписи за то, чтобы посадить самозванца Хуана Гуайдо в тюрьму на прошлой неделе. Несмотря на судебный запрет, он выехал из страны и до сих пор не вернулся. Даже американские и европейские издания признают, план революции провалился. С таким заголовком вышла влиятельная немецкая газета «Франкфуртер Альгемайна». После месяца митингов, которые были организованы для свержения Мадуро, мало убедительных доказательств того, что есть еще какой-то новый протестный сценарий. Нет даже уверенности в том, что после своего выступления в Колумбии Гуайдо сможет вернуться в Каракас. Ну и что это было? Зато Николас Мадуро, кажется, празднует победу. Он даже на несколько дней раньше срока опубликовал указ о старте карнавальной недели. Венесуэльцам предписано веселиться. Всех призываю на карнавал. Михаил Акинченко, Виктор Швагерус, Борис Иванин, Сергей Чевелло. Первый канал. Каракас. Мы продолжим программу сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь.